Всем привет! С вами Денис и вы на канале Самопролаб. В прошлый раз рассказывал про открытые наушники и подумал, почему я вам не рассказывал про самые известные открытые наушники в аудиофильском мире. Ну, на мой взгляд, это самые известные наушники от компании Града. Компания Града очень старая, она базируется в Бруклине. Кстати, я рассказывал про наушники от Града, но это были ТВСки, что не совсем честно, потому что Града прославилась не этим. Я тогда еще, кстати, вспоминал про Кевина Дюранта, который уже из Бруклина уехал, а вот Града из Бруклина никуда не денется. Вот такой вот островок стабильности. Вообще, на самом деле, компания возникла еще в 50-х годах, но вначале у них был семейный магазин фруктов. Но когда Джозеф Града, часовщик Тиффани, начал делать фонокартриджи, очень быстро он понял, что это намного более интересная работа, у него пошли заказы. Потом он в 60-х годах получил патент на свой первый стереокартридж. И дальше началась знаменитая, достаточно долгая и по сей день проходящая история этой компании. Они, да, известны картриджами для проигрывателей винила. Но, естественно, когда в 90-х этот самый бум винила сошел на нет, люди перешли на кассеты, на диски, в моменте компании Града нужна была некая перезагрузка. И они открыли для себя новый мир, мир наушников, открытых динамических наушников. И, естественно, выбор главных героев для нашего сегодняшнего рассказа не случайен. Очень символичен, на самом деле, потому что именно 80-ки были практически началом новой истории Града. Наушники, которые и по сей день являются самыми популярными от этой компании. Правда, сегодня у нас с приставкой X, ну, можно сказать, обновленные. По меркам Града, считай, что вчера. И, естественно, здесь у нас представлены 325-е, тоже с приставкой X, потому что это тоже легендарные наушники. Именно с 325-х началось производство наушников с железными чашками. Ну, в целом, это одни из самых легендарных моделей компании Градо и самой популярной серии Престиж. Ну, давайте поговорим сразу о двух вещах. О дизайне и о том, что поменялось в серии X. Ну, и про дизайн, конечно, много тут не скажешь. Вот эти вот у нас 80-ки, с них и начнем, как самые продаваемые. Что они поменяли? Ну, внешне, вы сами видите, изменений минимум. Это все те же 80-е наушники. Но да, обновления есть. Во-первых, наше кожаное изголовье получило пенные дополнения, материал, который, в общем-то, служит тем, чтобы сделать их более комфортными, их посадку более комфортной. Вот такое вот изменение. И второе главное изменение. Это все тот же кабель. Он толстый, четырехжильный, и он все еще не отключаемый. Ну, то есть, они вот, ну, впаянные все. Вы никак не сможете их отключить-включить. Это минус, это, в принципе, мем уже по отношению Градо. Все говорят, ну, сделайте вы этот кабель съемный. Но Градо этот кабель съемный не делает. Но это толстый, четырехжильный, хороший, мощный, медный, мягкий кабель, который теперь в нейлоновой оплетке, они еще заодно усилили вот эту часть, нейлоновая оплетка делает этот кабель еще более прочным. На самом деле, много рассуждений про то, что это минус, но в том плане, что не отключаемое. Но я не встречал сломанный кабель. Ну, в комментариях, естественно, напишут, что такое бывает. Вот, собственно, кабель и вот этот сменный кожаный наполнитель, который вот здесь появился, точнее, пенный наполнитель за кожаным оголовьем. В остальном это вся та же максимально простая и максимально легкая конструкция. Смех это в том, что это на доступных наушниках выглядит, ну, разумно, логично, да. Ну, классика, классика, как она есть. Но даже на самых дорогущих наушниках от компании Градо вы увидели абсолютно ту же схему, абсолютно тот же способ крепления чашек к оголовью. Видимо, Градо в них настолько уверенно, что менять их не собирается. Ну, и вы и не дождетесь. В целом, да, вот это все обновления, кабель. Здесь же у нас стоит переходник на 6,3 и классический 3,5 мм. В общем-то и все, что касается изменений. Ну, это как с ладынивы, куда ковролин добавили впервые за 40 лет. Вот здесь примерно то же самое, абсолютная стабильность. Что касается амбушюр, они, естественно, не поменялись. Все остается по классике. Ну, а внешний дизайн – это очень легкие, открытые наушники. Наверное, самые открытые наушники, которые вообще существуют. И это видно даже внешне по вот этой перфорации. Ну, и что касается эргономики, сразу скажу. Это, наверное, самые удобные наушники Градо. В принципе, вне зависимости от размера вашей головы, они практически не чувствуются, они очень легкие, они не давят. В них можно находиться бесконечно. В 325-х их с изменений, собственно, еще меньше. Да, здесь тоже кабель не новый, просто в новой оплетке, более прочной, все то же самое. Но он более внушительный, чуть более толстый. В остальном все то же самое. Но вот здесь Градо пошли на революционные, так сказать, изменения. Они поменяли амбушюры, которые идут в комплекте. Они стали более плоскими. И это, в принципе, обусловлено настройкой звучания данных наушников. Но, на мой взгляд, внесет и некий минус. Дело в том, что сами наушники, из-за того, что и чашки уже железные, и объем больше, они уже не так хорошо сидят, как вот до 80-е. Потому что они давят уже сильнее. А данные амбушюры, они чуть тоньше, они не до конца вас изолируют от динамика. В следствии чего они, в зависимости от размеров вашей головы и формы ваших ушей, могут оказывать некое давление на ваши уши. И вот я это почувствовал в полной мере. И тут уже требуется некое привыкание и, возможно, некая настройка по головью. Или даже замена амбушюр, которые, на самом деле, заодно и меняют звук. Но об этом позже. Но справедливости ради, это, конечно, не все изменения данных наушников. Но вначале, заканчиваясь дизайном, на мой взгляд, это идеальное воплощение динамических классических ретро-наушников, которые можно купить новыми. Но главное изменение в 325X, конечно же, не оплетка кабеля, а новые динамики. В отличие от серии E, в которой были динамики с сопротивлением 32 Ом на 99,8 дБ чувствительности, здесь стоят новые драйверы на 38 Ом сопротивления и 98 дБ чувствительности 44 мм. Разница в цифрах небольшая, но мы можем сразу предположить, что звучание данных наушников, конечно же, поменялось. Тут пора бы переходить к звучанию, но несколько ремарок добавлю. Престив серия, она наполнена количеством различных моделей, что, на мой взгляд, немножко мешает восприятию. Там действительно можно было бы сократить модельный ряд, на мой взгляд. Я не собираюсь давать тут советы компании, которые существуют с 60-х годов. Но это не суть важно. Тут как раз я и расскажу, почему именно 80-е и 325-е. Во-первых, это самые знаковые модели из престиж-серии. Во-вторых, очень много людей говорят, что звучание между наушниками ГРАДА, разница между звучаниями, минимальная. И, можно сказать, практически невозможно уловить в рамках одной серии разницу в звучании. Это, конечно, абсолютно неправда. Такое чувство, что эти люди просто не сравнивали эти наушники напрямую. Именно 80-е и 325-е звучат совершенно по-разному. Нет, естественно, есть почерк, есть подача. И это, естественно, и то, и то звучание от компании ГРАДА. Но в нюансах разница колоссальная. И вот как раз ее постараюсь описать. Вот начнем, давайте, с 80-х. В чем, собственно, идея данных наушников? Я считаю, опять же, субъективно, что как раз ГРАДА, знакомство с ГРАДА, лучше всего начинать именно с этих наушников. Ну, как я считаю. Вот так это тоже вот говоришь, я считаю. А это самая продаваемая модель вообще в каталоге ГРАДА. Не только я так считаю, все так считают. Потому что, ну, тут с этими, с цифрами объективными не поспоришь. И почему так происходит? Ну, как я уже сказал, во-первых, они жутко легкие, удобные, комфортные. И в них невозможно ошибиться. Дело в том, что данные наушники обладают высокой чувствительностью. Они не требуют от вас какой-то энерговооруженности. В том плане, что их можно слушать со смартфоном, с ноутбуком, без каких-либо проблем. Но лучше, конечно, использовать внешний цифроаналоговый преобразователь. Но даже обычного свистка, так называемого, то есть просто подключаемого к вашему смартфону ЦАПа, маленького, будет достаточно, если он хороший, он, во-первых, без проблем раскроет их, без проблем их потянет, а во-вторых, это будет более чем достаточно. От вас не требуется никаких дополнительных вложений, чтобы начать слушать данные наушники. Но при этом это уже смело можно называть аудиофильскими наушниками, которые, несмотря на всю простоту внешнего вида и конструкции, дают уже очень высокий уровень воспроизведения. Чем вообще славятся грады? Ну, открытое акустическое оформление, конечно, дает вам преимущество в очень широкой сцене. Она раздвигает границы пространства, границы, так сказать, воспроизведения. Этот звук не сравним с любыми другими наушниками, уж тем более с закрытыми наушниками динамическими. И это действительно уже сразу некое волшебство. Но еще, это сразу, это очень натуралистичное воспроизведение. Это прекрасная работа с тембрами, с серединой, очень естественная подача. Но, кстати, что стоит отметить, изменение звука, помимо такой действительно хорошей детализированности в звучании, данные наушники стали не такими острыми, не такими открытыми. Не в том плане, что стало меньше информации. Нет, они как-то более ровно и линейно, и за счет этого более универсально подают музыку, и переход между высокими, средними и низкими частотами, он более плавный стал. Это очень такое крепкое, собранное воспроизведение. Но самое главное, это очень красивое. Это безумно красивая подача. Очень натуральная. Натурально раскрывается голос, серединка выдвинутая. Ну, действительно, в этих наушниках крайне комфортно и увлекательно слушать музыку, при этом просто слушая их со смартфона. Удивительное впечатление, которое ни одни наушники в данном ценовом сегменте вам никогда не подарят. И вот тут, переходя сразу к 325, можно вообще не напрягаясь сразу услышать, насколько велика разница в данных наушниках. Смотрите, когда вот в 80-х, ты все равно, несмотря на открытость, на комфорт, на ужасно удобную посадку. Ужасно удобное, какое-то странное выражение, но не суть. Ты одеваешь эти наушники, и есть полное ощущение, что ты не в наушниках. Я даже как-то поймал себя на мысли, что у меня есть полное ощущение, что играют динамики, которые были передо мной в тот момент, когда я слушал эти наушники. Сцена раздвигается. Вот если здесь ощущение все-таки музыки вокруг, то тут настоящий, какой-то полноценный, удивительно впечатляющий стереоэффект, эффект присутствия. Но помимо прочего, сразу есть ощущение, что эти наушники просто сильно громче. Это не так. И подключая абсолютно в тот же тракт, все равно есть ощущение, что данные наушники намного громче играют. А это дело в том, что это такой некий обманный эффект, потому что становится сразу и сильно чище, и намного больше, и более прозрачные ясные вверха, более текстурированный, плотный бас, копает глубже. Да, здесь тоже есть бас, многие говорят, в града нет его. Есть он плотный, хорошо осязаемо ощущающий. Но здесь он действительно впечатляющий. И на быстрых треках, и на медленных блюзах бас-гитара чувствуется очень-очень хорошо, плотно, натуралистично. Полнейший эффект присутствия. Но опять же, что касаемо изменений. Наушники сгладились, они не стали такими кричащими, как была предыдущая модель. Ну, ее нельзя назвать кричащей, на самом деле, но по сравнению с этими наушниками, в общем-то, можно. Здесь детализация никуда не исчезла, но вот эта вот более сглаженная подача сделала это воспроизведение как будто еще выше уровнем. Ну, вот, действительно, крайне впечатляющее. Хотя, конечно, стоит отметить, что это не мониторные наушники, и они в целом любую музыку подают красиво, не пытаясь копаться в нюансах, или это, ну, не для работы, а для получения удовольствия. И удовольствие получаешь колоссальное. Но тут что, как я говорил раньше, насчет изменений амбушюр. Вот эти амбушюры, которые здесь представлены, они сделали звучание более плотным и более быстрым. Да, это странно звучит, особенно для тех, кто не сильно знаком с Градо, что вот этот кусок поролона, который вот так вот снимается, да, меняет звучание. Но это факт. Звучание меняется. Там у Градо представлено несколько амбушюров. Вот эти вот есть представлены, есть большего размера, более толстые. И изменяя их, ну, то есть просто меняя, а вы видите, насколько это просто делается, звук меняется, настройка звучания реально меняется. И если обзавестись тремя парами разных амбушюр, которые подходят сюда, вы как будто бы получаете три разных пары наушников. Удивительный эффект, потому что, ну, вот эти амбушюры, казалось бы, не должны оказывать такого мощного влияния. Но они оказывают. Вот вам поле для экспериментов и для настройки данных наушников. И в целом, тут бы можно было бы их посравнивать, может быть, с конкурентами, но я абсолютно не вижу в этом смысла. Потому что, на самом деле, их тяжело вообще хоть с кем-то сравнивать. И не только за счет внешности их, но и за счет их настройки. Грады звучат по-своему, волшебно. И это связано все-таки с тем, что компания до сих пор семейная. Я на самом деле признаюсь честно, я огромный фанат таких очень аутентичных вещей, которые годами меняются, но меняются осторожно, аккуратно, очень консервативно. Это продукты другой эпохи. Ну, он был сразу настолько хороший, что его просто, ну, нельзя менять. можно дорабатывать, но саму концепцию изменять просто нельзя. Они такие, какие они есть, и в этом их прелесть. А, собственно, для чего я вообще все это рассказываю? Мне просто, знаете, стало интересно позвать вас к нам, потому что это же очень интересные наушники, а у них огромное количество. Каталог довольно-таки обширные уграды. И практически весь этот каталог представлен у нас в салоне на Николой Янской. И с ними можно ознакомиться как тактильно, так и, естественно, послушать. И, может быть, вы искали что-то такое интересное, аутентичное и так красиво играющее. А, чтобы понимали, насколько обширный каталог, если вот эта самая популярная серия престиж у вас в кадре, то вот здесь сзади спрятались самые дорогие наушники от компании Града. Это Града Стейтмент серия GS3000X, тоже обновленный, как вы можете заметить по кабелю. Очень легко теперь понять, какие наушники обновленные. Эти наушники играют на поле уже очень дорогих аудиофильских хай-эндных наушников, которые, по сути, вот этот сегмент представлен уже чем-то очень сложным, там, магнитопланазами, к примеру. Но вот эти наушники играют на уровне, а в чем-то может даже интереснее. Это, наверное, самые интересные динамические наушники, такой достаточно с классическом подходе, но, несмотря на весь классический подход, у них действительно фантастическое звучание и внешний вид это дерево. Если хотите, больше про Грады или конкретно про эти наушники. Для расширения кругозора, если вам интересно, мы можем рассказать про совершенно разные модели от компании Граду, потому что там есть градации и по назначению, так сказать, по применению, и по тому, какие материалы используются. Это такой очень интересный мир от этой маленькой, но очень любопытной компании из Бруклина. Если интересно, пишите об этом в комментарии, ставьте лайки или дизлайки под этим видео. В целом, подпишитесь на нас. Ну и до новых встреч, впереди много интересного. Всем пока!